Партнер проекта, управляющая компания КОД. Качественное обслуживание домов. Жить и работать вместе. Эту крышу пятиэтажки на Бенгальской 8 никто не планировал обновлять еще пару месяцев назад, но график капремонта скорректировала погода 3 августа, когда железобетонные конструкции весом в несколько сотен килограммов ветер просто разбросал по кровле. Ураганный ветер задрал мягкую кровлю и запарусил. Огромная сила, даже диффузор вырвало, посмотрите, вот он стоит вниз головой, грубо говоря. Вот отверстие от него осталось. Ну, слава богу, вот это вот, ничто не упало, кроме пенопласта. И чтобы не остаться осенью с дырявой крышей, жильцам в срочном порядке пришлось принимать решение о проведении капитального ремонта, деньги на который они копили на спецсчете. И вот подрядчик уже на объекте. Вложена пароизоляция, свесы сынкового на железо 0,7 миллиметров, крепкий хороший материал, уже изготовленные фирмы нам привезли. До этого мы отремонтировали плиты, которые были разрушены, первоначально там, в общем-то, сформированием. И сейчас бригада укладывает утеплитель. А сверху еще плоский шифер и два слоя внешней изоляции. Грубо говоря, будет не хуже, чем у соседей в доме на Бенгальской 6, где аналогичные работы только-только завершились. Были собраны деньги, фонд капитального ремонта, решили по плану отремонтировать крышу. Крыша была сделана подрядчиком в срок. За этим все следили, контролировали, смотрели. И жильцы на Бенгальской 8 было приготовились сделать так же. Но им пришлось спуститься с небес, то есть с крыши на землю. В то время как соседи производили отчисления на котловой счет, что позволило недостающую сумму выдать авансом, здесь люди копили на своем спецсчете. Соответственно, никто, кроме них самих, ничего им не добавит. Разговор на эту тему тоже уже был, когда собрание проводилось, ставили такой вопрос. Ну, люди не готовы. Соответственно, нет возможности и обновить всю крышу целиком. Единственный выход, говорят специалисты, взять кредит в банке или просто провести собрание и принять решение о дополнительных целевых взносах, которые позволили бы собрать недостающую сумму. Ведь выбрав накопление средств на спецсчете, жильцы взяли ответственность за содержание своего дома на себя. Ваши вопросы и заявки по теме ЖКХ оставляйте в одноименном разделе на сайте vetta.tv